Губернатор Ростовской области провел совещание по первичной медико-санитарной помощи. Василий Голубев подчеркнул, что уже проделана серьезная работа по обновлению материально-технической базы лечебных организаций. С начала года в медучреждения Дона поступило почти 4000 единиц различного оборудования и 70 единиц автотранспорта. До конца года муниципалитеты должны получить 17 передвижных ФАПов. Капитально отремонтированы три лечебных учреждения. До конца года работы будут завершены еще на трех. В 2022 в дальние районы Ростовской области отправится мобильный стоматологический комплекс до оказания помощи маленьким пациентам. Стоматологи приедут в 29 сельских территорий, где пока отсутствуют детские зубные кабинеты. Говорили и о грядущей реорганизации системы здравоохранения Дона. Сейчас мы вместе с вами работаем по ряду направлений, в том числе связанных с некой модернизацией, корректировкой системы оказания помощи, не только медицинской, а в целом системы функционирования здравоохранения региона. Это большая, очень серьезная работа, которая требует работы с пинцетом и с лупой, для того, чтобы учесть всю ситуацию, обстоятельства, условия, в которых мы сегодня работаем. И это нужно будет сделать в общем достаточно небольшой промежуток времени. По крайней мере, организационные основы решения этой задачи мы, по сути, должны сформировать до конца текущего года. А накануне глава региона встретился с руководителем федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллой Самойловой. Они обсудили меры по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Ростовской области, ход вакцинации от ковид, а также вопросы реорганизации системы здравоохранения региона. Василий Голубев сообщил главе Росздравнадзора о том, что в регионе уже принято решение о передаче муниципальных учреждений здравоохранения в государственную собственность Ростовской области.